Это случилось еще в начале апреля. Какой-то местный канал показал, а люди разглядели, как глава республики осматривал строительство мостов. Ничего особенного, только измерительная рейка легла идеально, определив расстояние, на которое готов дистанцироваться Владимир Волков. Поговорили в комментариях и забыли, но спустя месяц появилось продолжение истории. Отправили в полицию обращение о привлечении главы Мордовии Владимира Дмитриевича Волкова к административной ответственности. Закон, наверное, един для всех. И для граждан, и для главы. И соблюдать его должны все одинаково. Терпеть нет больше сил. Так аноним решил, глава Мордовии должен ответить перед законом за нарушение указа главы Мордовии. Кто прав, кто виноват, начали разбираться правоохранители. Заявление не потерялось. Серьезное расследование заняло несколько недель. Результатом полиция поделилась с тем, кто свое имя предпочел не называть. А он со всеми. Ответ на трех листах с собственноручно подписанным уважением. И вот в социальной сети уже начали рейками мериться. У полицейских оказалось длиннее. Детальное изучение фото и видеоматериалов показало, что на заднем плане находится мастер ООО строительная компания «Мостстрой», рядом с которым на земле располагалась измерительная рейка длиной 4 метра. На фотоматериалах четко видно, что между собеседниками расстояние было по мерной шкале измерительной рейки не менее полутора метров. Расставлять все точки над «и» неравнодушные продолжили. Прямо в строительном магазине измерили длину сегмента рейки. Получилось 10 сантиметров. Математические вычисления провели. Получили меньше метра. А заодно рассказали полицейским о всех оптических иллюзиях, существующих в природе. Более того, полицейские не учли, что предметы, находящиеся на заднем плане, уменьшаются в размере, в частности, как эта рейка. По логике полиции, глава Мордовии Волков размером больше, чем желтый автокран, стоящий на заднем фоне. А вот последнее утверждение полицейские проверят, если будет соответствующее заявление. Светлана Лашина. Наши новости. Светлана Лашина.